Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие коллеги! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к совершенно замечательному мероприятию, совершенно замечательному, совершенно неожиданными и приятными для нас людьми. Людьми, с которыми моя коллега, я еще скажу, кто это такая за коллега, познакомилась в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024. Я директор Российской государственной библиотеки для молодежи. Я не принимала в этом году участие в фестивале, только наблюдала его с экранов, с экранов и телевизора, и социальных сетей, и мессенджеров. Поэтому все хорошие слова и правильные умные слова скажут непосредственные участники фестиваля. Понятно, что этот фестиваль имел величайшее значение и для развития молодежи нашей страны, и для развития и будущего молодежи тех стран, которые приняли участие в фестивале. Это почти 200 стран. Об этом очень много уже написано, много снято, много сказано, и я не буду эту тему продолжать. Я хочу сейчас представить людей, которые находятся в этом зале, и на экране, и тот человек, который займет место вот этого чебурашки, символа фестиваля, а именно Ольга Викторовна Петрова, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, эксперт фестиваля. Она с нами на экране. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Отсутствующая здесь, повторюсь, пока, Милена Богданова, руководитель общественного движения, волонтера культуры. Я прямо так и показываю на этого чебурашку. Вот сейчас несколько минут пройдет, и Милена будет вместе с нами. Георгий Долмазян, режиссер театра и кино, режиссер-постановщик нескольких церемоний Всемирного фестиваля 2024. Наверное, эксперт. Нет, вы, наверное, один из организаторов, фактически один из организаторов фестиваля. Айлин Халил, пресс-секретарь Российской Государственной Библиотеки для Молодежи. Тот человек, которого мы направили как своего представителя на этот фестиваль. Людмила Феноменова, эксперт Центра междисциплинарных исследований Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, эксперт образовательной программы в ГБИЛ на фестивале. И, наконец, Михаил Бородихин, студент Института информационных наук Московского государственного лингвистического университета, волонтер фестиваля. Вот такая наша дружная компания сегодня представлена. Вот я вижу, входит в зал Милена. Чебурашка сейчас уступит ей место, а мы пока продолжим наш разговор. И первое слово я хотела бы предоставить Ольге Петровой. Добрый день, беру слово, предоставлено. Да. Добрый день, дорогие друзья. Немножко запутаться. Мне кажется, я называю это послевкусие Всемирного фестиваля. У нас будет продолжаться до следующего фестиваля. И, безусловно, вот этот главный наш атрибут – Чебурашка. Мне очень приятно, что они среди вас. Потому что, мне кажется, Чебурашка – это вот тот символ добра, тепла, любви, мира, единения, который, собственно, стал связующим звеном для 20 тысяч участников, для 5 тысяч волонтеров, для большого количества экспертов, тоже, я думаю, измеряются тысячами. И та атмосфера, которая царила в те прекрасные 5 дней, это то, что хочется сохранить, удержать и держать в себе как можно дольше. И если мы посмотрим на смыслы дней фестиваля, которые были, и напомню, что каждый день имел свой смысл, это сейчас просто их повторю, чтобы еще раз вернуться в те замечательные 5 дней. Первый день – это ответственность за судьбу мира. Второй – многонациональное единство. Третий день – это мир возможностей для каждого. Четвертый – сохраним семью во имя детей и мира. И пятый – мы вместе с Россией. И вот эти дни, когда мы проживали все вместе, где мы понимали, что мы разные, мы разной национальности, но мы равные, и мы все про одно и то же, потому что ценностная рамка, которая объединила всех, и мы встретились все в городе молодежи мира, это та рамка, которая точно является фундаментальной для всех решений. Рамка мира, добра, справедливости. И буквально вот в эту субботу я встречалась с иностранной делегацией, которая поехала по регионам после того, как закончился основной фестиваль на площадке «Сириус» в городе молодежи мира. Иностранные гости разъехались по нашей большой стране, и я имела честь встречаться сначала с ребятами в Туле, и потом в Нижнем Новгороде. И я могу сказать, что вот эта эмоция от иностранных ребят, от того, что они, конечно, понимали, что они едут в большую страну, страну, которой может много, и которая страна единения, но то, что они увидели, на самом деле, произошло все их ожидания. И это не только для иностранных гостей, но и для нас самих тоже. И это, на самом деле, подчеркивает, что когда государство создает пространство, как всемирный фестиваль, в который добавляются люди со своими эмоциями, со своими желаниями, созидания, создания вот этого общих инициатив, общих проектов, то это просто перерастает в такое большое-большое масштабнейшее мероприятие, которое просто для каждого из нас стало таким, вот знаете, думаю, что место в сердце, в душе точно останется навсегда. И много знакомств, много контактов. И все задачи, которые вы ставились перед, в принципе, мне кажется, перед организацией фестиваля, они не то что выполнены, они перевыполнены, потому что все участники, еще добавив свои вот эти замечательные эмоции, даже дождь, который был в последние дни, мне кажется, это, как вы знаете, хорошая примета, да, когда мы начинаем что-то в дождь, а напомню, что главным слоганом было «начнем будущее вместе», и вот это вот общее единение, когда льет дождь, а все на площади, все вместе, и этот дождь вообще никакого значения не имеет, всем прекрасно, тепло, и хочется продолжать вот эту эмоцию. Это все очень здорово. И, конечно, мы в университетах сейчас, и ребят, которые были участниками, потому что, безусловно, не все смогли, все равно желающих было много больше, но, как я сказала, все 20 тысяч, которые, я точно считаю, могут называть себя амбуссадорами фестиваля, приехав в свои университеты, вернувшись в свои организации, потому что очень много было и работающей молодежи, ребят, которые уже вышли из стен вузов, могут и будут создавать вокруг себя тоже такие центры развития, и таким образом вот вся наша, весь наш мир, потому что 188 стран были представлены, и это тоже очень здорово, когда все преодолели огромные временные сложности по перелету, это не два часа, у кого-то сутки, у кого-то больше, очень много было министров, послов из других стран, все это как раз подчеркивало, что, еще раз повторюсь, мы разные, но мы равные, и мы вместе, и единство это то, что помогает отвечать на все вызовы, и двигаться, расширяя границы, размывая границы, потому что, конечно, вместе с Россией, и во имя мира на земле, это то, что точно мы все понимали, сохраняя мир для детей, и делая страну сильнее и значимее во всех смыслах, поэтому я абсолютно точно могу сказать, что каждый, кто прикоснулся хотя бы одним касанием к этому величайшему событию этого года, точно несет смысл в себе, и является носителем вот этой ценностной рамки, которая позволит нам всем сделать наш мир точно, не только чуточку, а больше, чем чуточку добрее, теплее, и все мы едины вот в этой нашей общей желании создания, созидания и развития. Я очень благодарна вам за ваше мероприятие, потому что когда ко мне подошли на фестиваль, я говорю, да, вы можете принять участие, вот мы хотим организовать, ну, конечно, как я могу, во-первых, отказать, а потом это абсолютно правильное, вот то, что я, как я говорю, такие последствия, которые помогают вернуть в себе вот эту эмоцию тепла, которая опять загорается вот этим огоньком, и мы дальше двигаемся и созидаем. Поэтому я хотела бы попросить, чтобы вы это сохранили у себя как можно дольше и помогали вот эти лучики фестиваля дальше распространять, потому что это то, что нужно всем нам. Спасибо вам большое. Ой, спасибо большое, Ольга Викторовна. На секундочку, несмотря на вашу занятость, побудьте с нами еще. Я хочу что сказать коллеге-библиотекаре. Ольга Викторовна ведь курирует в Министерстве высшего образования и науки в направлении государственной молодежной политики и воспитательной деятельности. В библиотеке все считают себя активно и являются активными субъектами молодежной политики. И вот то, что моя коллега Айлин познакомилась с Ольгой Викторовной, я считаю, это знаковое событие, потому что я думаю, что мы продолжать будем взаимоотношения между библиотеками, ну мы с ВУЗами работаем, но вот с Министерством науки и высшего образования в этом направлении мы еще не работали. Значит, у нас есть большая перспектива. Вы согласны со мной? Начнем в будущем вместе, мы уже начали, поэтому только вперед, вместе мы точно сможем больше. Отлично. Ну все, продолжаем нашу встречу. Сейчас я хочу переключить ваше внимание на нашего пресс-секретаря, Алин Халил. Почему? Библиотеки, вот роль и место библиотек в цепочке всемирных фестивалей молодежи, а ранее еще и студентов. Я не могу сказать, в 1957 году, в 1957 году наша библиотека, в частности, и, наверное, молодежные библиотеки не могли принимать участие в этом фестивале по той причине, что наша библиотека, российская государственная библиотека для молодежи, появилась только в 1966 году, и вслед за ней по стране стали появляться молодежные библиотеки. Но вот в 1985 году, когда в Москве проходил всемирный фестиваль молодежи и студентов, библиотека для молодежи была активнейшим, я тогда работала здесь, активнейшим участником этого фестиваля, в частности, и площадкой, активной площадкой для отдельных мероприятий. Ну, многие мероприятия проходили на других площадках, в частности, в Лужниках, там тоже были библиотекари. И в 2017 году нам удалось, посчастливилось, скажу так, принять участие в Сочи, во Всемирном фестивале молодежи и студентов, уже с большой собственной программой. А в этом году мы направили представителя, представителя библиотечного представителя на фестиваль, для того, чтобы она своими глазами все увидела, максимально зафиксировала на видео, может быть, что и получилось в ежедневном режиме, отражала то, что она смогла посетить, увидеть, с кем могла познакомиться. И поэтому я попрошу сейчас Айлин сказать несколько слов о том, собственно, что она делала на этом фестивале, потому что она была пресс-службой, да, в числе, вот у нее, и, соответственно, бэджик, как тут написано, что-нибудь, транспортная карта, вижу, вот. Он, скорее, по цвету, да, по цвету. А по цвету, вот, по цвету он отличается. И результаты своего труда она тоже сегодня предъявит вам. Айлин. Да, спасибо большое, Ирина Борисовна. Я очень рада, что мы сегодня здесь все собрались поговорить о таком эпохальном событии. На самом деле, как будто, с одной стороны, задач у меня было очень много, а с другой стороны, как будто одна. И главное, это было показать атмосферу фестиваля, показать, что там происходит, и дать такое максимальное ощущение присутствия, что я и пыталась делать каждый день. Я снимала небольшие ролики, клипы, и писала тексты, посты, и они выкладывали в соцсетях нашей библиотеки. Вот. Каждый день я выбирала какие-то интересные мероприятия, и старалась писать их все. Иногда, правда, случались форс-мажоры, когда нужно было продумывать на несколько шагов вперед, куда можно еще пойти. Но с каждым днем это получалось все лучше. То есть это был еще такой тренинг на полях. Действительно, то есть у меня была такая настоящая работа агентства освещения 360 каждый день с утра до вечера. Это было такое максимальное погружение в фестиваль, потому что, когда ты не просто сидишь как участник и слушаешь, ты еще и думаешь, так, это мы расскажем, это мы покажем, это нужно подснять, этого человека нужно тоже подснять. Вот. То есть вот такая была чисто информационная, осветительская работа. Также, конечно, фоном во время каждого дня фестиваля я снимала небольшие отрезки и потом сделала такой небольшой фильм о всем фестивале, то есть такой венец моей работы на этом мероприятии. Сегодня мы тоже его посмотрим. Вот. Что могу сказать в целом, это было невероятное событие. Я очень рада, я очень благодарна за то, что благодаря моей чудесной библиотеке я там побывала и смогла своими глазами показать, как там было. Это был такой настоящий праздник жизни. Это было похоже на какое-то седлание волны, то есть сначала тебя сбивает с толку этот масштаб, это количество того, что там происходило, потому что в целом там произошло где-то 800 мероприятий за несколько дней всего. Но потом ты постепенно учишься расставлять паритеты, ты учишься как можно больше лавировать между всеми этими зданиями, этой огромной территорией. И уже к концу всего фестиваля я почувствовала, что все получилось, все было здорово, я очень рада, что там побывала. Также, конечно, по итогу, когда я уже вернулась сюда, в Москву, я также написала материал большой, текстовый, он уже вышел у нас на сайте, и еще выйдет в журнале «Современная библиотека». И также, как я могла забыть, когда мы только приехали аккредитовываться, нас снабдили небольшим подарком, очень приятным. Вот в таком рюкзаке оказался вот этот милый персонаж, Чебурашка, это талисман фестиваля, мы потом узнаем, чем он отличается от символа. Вот Чебурашка, также там был вот такой значок, и тут вы видите девиз «фестиваль начнем будущее вместе». Также там было очень такое масштабное мероприятие, важное, это открытие библиотеки «Сириус». И РГБМ, конечно же, подарила свою книгу в фонд библиотеки, и за это нам дарили вот такой стикер-пак, также с Чебурашками. А вот это привет от девочки из Вьетнама, потому что участники, конечно, привозили с собой сувениры из своих стран, потому что это была, конечно же, огромная площадка для культурного обмена. Вот, и девочка из Вьетнама подарила мне такую чудесную открытку, когда мы с ней познакомились, а я, конечно, подарила ей сувениры из РГБМ. А теперь, Айлин и коллеги мои, давайте посмотрим то, что смогла создать за короткое время из массы-массы материалов Айлин. Летопись фестиваля, фестиваль глазами библиотекаря. Друзья, всем доброе утро! За моей спиной находится главный вход на территорию Всемирного фестиваля молодежи, или, другими словами, вход в город молодежи. Вы можете видеть, что участники уже постепенно заходят на территорию. Ну и мы с вами тоже сегодня отправимся на небольшую экскурсию, покажу вам, что там есть интересного и красивого. Так здесь все выглядит. Очень масштабно, очень большие территории, большие расстояния. Добрый день! Меня зовут Игнатьева Ольга, и я представляю команду «Больше чем путешествие» от Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Сегодня мы с вами находимся в городе молодежи мира. На 7 дней федеральная территория Сириус стала родным городом для молодежи со всех стран мира, со 180 стран мира и 89 субъектов Российской Федерации. Общее число наших гостей 20 тысяч участников и 5 тысяч волонтеров. Сегодня у нас прекрасная солнечная погода, и за моей спиной вы видите площадь, которая носит сейчас имя «Душа России». В олимпийское время это была медальная площадь, именно здесь находилось вручение медалей олимпийским чемпионам. Вокруг площади у нас расположены 5 кампусов молодежных городов, которые имеют в своем арсенале большое развитие молодежной политики и интересных мероприятий для молодежи. Конечно же, это кампус «Москва», которая в этом году является молодежной столицей 2024. Также город Владивосток у нас две молодежные столицы в этом году. Кампус Нижнего Новгорода это молодежная столица 2023 города. Кампус «Ямал». Кампус «Казань» конечно же самый супер молодежный город, где проходят самые классные мероприятия, начиная от универсиады и заканчивая саммитом «Брикс». Я поместилась в кадр вместе с нашей чиноватной Ольгой. Ольга, расскажи, пожалуйста, про символ фестиваля. По-моему, я видела людей с чебурашками. Это вот символ официального фестиваля молодежи? На самом деле символ нашего фестиваля это не чебурашка, это наш прекрасный логотип. Три человечка мы видим сверху. Они обнимают друг друга, но их объятия также открыты, чтобы принять к себе новых людей, новых гостей нашего фестиваля, что наша страна всегда открыта к новым знаниям. А талисманом нашего фестиваля как раз является чебурашка. На территории фестиваля у нас есть три скульптуры, которые посвящены трем символичным дням нашего фестиваля. И вот, допустим, сегодня у нас есть чебурашка, который расписан детскими рисунками, потому что символика сегодняшнего дня это «Сохраним семью во имя детей и мира». Новый проект нашего президента по развитию библиотечных пространств, как зону притяжения для молодежи. То есть сейчас это не только то место, где можно взять книгу напрокат, воспользоваться ей, чтобы почитать, но и также это место встречи, каворкинги, зона, где можно воспользоваться компьютером и выходом в интернет. И также интересные мастер-классы часто проходят в современных обновленных библиотеках. Друзья, видите, библиотека также является точкой притяжения сегодняшнего дня. Местом притяжения для молодежи. Да, так что меняйте свои представления о библиотеках и это новые современные классные пространства. Мы благодарим Олю за такой чудесный интересный рассказ. И, кстати, в нашем городе молодежи мира тоже есть просто уникальная библиотека, в которой участники всего фестиваля, это 20 тысяч гостей со всего мира, также принесли свои любимые книги российских писателей, и они останутся в университете Сириуса как память о нашем очень классном масштабном мероприятии. Конечно, ВРГБМ подарит свою книгу по библиотеке Сириус. Об этом далее. Мы с вами находимся на площадке библиотеки Сириус на Всемирном молодежном фестивале. Здесь мы принимаем книги в дар. Русскоязычные книги поедут в новые регионы России, а книги на иностранных языках составят фонд, библиотеки и будут наследием Всемирного молодежного фестиваля. Участники, как видите, довольно активно делятся своими читательскими впечатлениями. Вот если вы обратите внимание на полки за моей спиной, нижние две полки были пустыми, и вот уже столько книг нам надарили. Книжная культура очень популярна в современном мире. Знание информации о генеральной территории Сириус сегодня открываем. Мы открываем первое открытое хранилище будущей большой библиотеки Сириус. В мидерном послании президент нашей страны Владимир Владимирович Путин особо отметил роль научно-технического библиотека и сказал, что они должны стать по всей стране центрами знания и информации. Доказал значимость русской литературы для мирового сообщества. Я думаю, что у нас это получилось. Спасибо большое. Мы представляем Российское общественное движение волонтера культуры. Мы занимаемся помощью, оказываем помощь в сфере культуры, организовываем культурные мероприятия. В фестивале нам важно было объединить участников из разных стран вокруг темы культуры и искусства. И мы решили это сделать в формате аудиовизуального перформанса «Декламируй». Участники из шести стран декламировали произведения Александра Сергеевича Пушкина на испанском, русском, английском, арабском. Удалось доказать всем еще раз, что русская литература, что наша культура актуальна и по сей день не только в России, но и во всем мире. Нам понравился фестиваль, это очень интересно, мы рады, что приглашали нас сюда. Мне вообще нравится, погода нормальная, не как в Ярославле. Очень интересно, можно чего-то много видеть. эмоции безграничны, очень большой заряд энергии, в воздухе витает атмосфера дружбы, чувство сопричастности к чему-то прекрасному, к общему и ощущение того, что все вместе мы делаем этот мир лучше. Больше всего поразило то, насколько здесь мотивированные участники, причем это касается как детей, с которыми мы работаем, очень заряженные, они мотивированные. Очень приятно, когда общаешься с иностранными гостями, когда они положительно отзываются о России. Я очень рада, что такое вообще событие происходит, и у нас есть возможность показать, насколько наша страна разнообразна и интересна для людей буквально со всех уголков мира. Так настолько круто, очень шикарные локации, очень много всего интересного. Конечно же, классная встреча с иностранными участниками, которые к нам приехали. Книга и дурацная страны, и особенно книги на разных иностранных языках. Так, думаю. Я всегда учиться в библиотеке, там пока книги там есть, и можно там учиться, и там очень спокойно. Сейчас востребованная технология, онлайн-книги, но в самом библиотеке. С услуга, например, есть кофе там в библиотеке, есть чай, есть, например, есть планшет, чтобы можно все-таки в библиотеке сидеть, но там читать в планшет книги, которые вообще, например, тяжело найти в других библиотеках. Должны быть условия и атмосфера, которая располагает к тому, чтобы получать новые знания. Например, у нас сейчас в стране открылось очень много модельных библиотек, благодаря нацпроекту культура, где создаются новые арт-пространства, зоны для нетворкинга, зоны для работы, где есть доступ к интернету, где есть возможность даже поработать за компьютером стационарным в библиотеке. Все это, конечно, располагает для того, чтобы прийти, прийти с друзьями, пообщаться. В современной библиотеке должен быть современный фонд. Какие-нибудь фестивали книжные, это все, конечно, привлечет читателей в библиотеку и будет очень интересно. Важно общаться с молодежью, понимая и отслеживать те интересы, которыми они сейчас занимаются, увлекаются. Очень важно как можно чаще говорить спасибо, как можно чаще хвалить, пробуждать в них чувство прекрасного и всячески подталкивать на то, чтобы становиться еще лучше, потому что благодаря вам они уже знают, что они классные и крутые и сейчас придут в библиотеку или на мероприятие и станут еще лучше. Всем желаю успехов и по-малагасийскому языку я тоже желаю всем успехов, наслаждайтесь, всем спасибо, любим, целуем. Наша миссия волонтеров культуры вовлечь всех желающих в культурную жизнь страны и вдохновить их на оказание помощи сферы культуры, поэтому я желаю каждому посетителю Российской государственной библиотеки для молодежи знать нашу культуру и знать и понимать и иметь желание ее приумножать, расширять, сохранять для нашего с вами будущего. желаем 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 вам возможностей жить, любить, быть любимым, творить. Пожелаю того, чтобы вы открывали книгу и понимали, что это та самая книга, которую вы ждали. И вот это удивление и при этом одновременно узнавание той самой мысли, которая вам была нужна, чаще испытывать такое чувство я нам всем желаю. Дорогие читатели библиотеки молодежной, приходите, пожалуйста, к ним, читайте книги, наслаждайтесь, будьте всегда в позитиве, чтобы в вашей жизни все было только на высшем уровне и, конечно, занимайтесь активной деятельностью, наверное, на протяжении всей вашей жизни. Ну что, дорогие коллеги библиотекари, вы поняли, что Элин очень четко, четко миссию библиотекаря исполнена на фестивале, задачу свою выполнила и вот одним из главных персонажей ее видеофильма стала Милена Магданова. Притом, значит, пару слов. Всероссийское общественное движение волонтера культуры. Появилось оно в 2019 году. Интезатором и учредителем этого движения стала Ассоциация волонтерских центров. Но одним из соучредителей и одним из пяти соучредителей этого движения явилась я как директор Российской Государственной Библиотеки для Молодежи. Именно потому, что библиотеки являются наиактивнейшими участниками этого общественного движения волонтеры культуры. На базе множества молодежных библиотек работают сейчас региональные информационно-ресурсные центры волонтеров культуры. То есть мы соучастники, очень активные соучастники вот этого потрясающего совершенно процесса, который мы наблюдаем с 2014 года и очень практически на всех форумах волонтерских форумах мы присутствовали. И потому, а мы знаем, что более пяти тысяч, уже знаем, что более пяти тысяч волонтеров было на фестивале и я сейчас передаю, если позволите, слово Милене, хотя уже очень много хороших слов было сказано с экрана, но есть что добавить. Да, спасибо большое за приглашение, всем добрый день, большое спасибо за то, что окунули в атмосферу фестиваля, и на самом деле только сейчас поняла, что уже можно ностальгировать, пришло это время, потому что когда мы вернулись в Москву, погрузились в задачи, не успели даже толком отрефлексировать, и ваши мероприятия дают такую возможность отрефлексировать, вернуться в фестивальные дни, вспомнить, как это было. Элин, спасибо большое за такой замечательный фильм, прям такая ностальгия-ностальгия. И мы действительно как волонтеры культуры тоже ехали на фестиваль уже в качестве партнеров на этот раз. В 2017 году тоже я принимала участие в ФМ в качестве участника, сейчас мы уже вместе с командой Всероссийского общественного движения как партнеры приехали на федеральную территорию Сириус для того, чтобы провести ряд мероприятий. Я сейчас расскажу о том, как это было и какие мероприятия мы проводили, конечно же, таким ключевым флагманским мероприятием нашим стал аудио-визуальный перформанс «Декламируй». Это Евгений Онегин «История любви, покорившая мир». Нам удалось объединить участников из разных стран и показать участникам фестиваля то, что роман Евгения Онегина актуален по сей день не только в нашей стране, но и во всем мире. Участники из Индии, из Перу, из Ирландии, из Франции декламировали произведения Евгения Онегина на разных языках. Это был английский язык, арабский язык, хинди, французский язык. И мы сделали такую обработку современную. У нас во время того, как ребята декламировали произведения Евгения Онегин, на экране визуализировался видеочат в мессенджере, где происходила переписка Татьяны и Евгения на английском языке, которое вторило тому, что декламируют участники на разных языках со сцены. Удалось создать такую поэтичную атмосферу благодаря уличному театру «Пластилиновый дождь». Из Самары актеры на больших ходулях с веерами приглашали наших честцов и сопровождали их к сцене. Также у нас был аккомпанемент замечательный Олег Сидоров из группы Нэнси Сидоров помогал создавать атмосферу и импровизировал прямо во время перформанса вживую на музыкальном инструменте. И, конечно же, для того, чтобы перформанс состоялся, нам нужно было прописать сценарий, нужно подобрать конкретные отрывки на конкретном языке. Здесь нам уже помогли тоже наши друзья, коллеги. Это российская библиотека иностранных языков имени Рудомино. Сотрудники библиотеки подобрали нужные отрывки, нашли в романе на нужных нам языках и уже наши участники могли их декламировать со сцены. Также сценарий нам помогал писать наш партнер, тоже, кстати, сотрудник, даже директор библиотеки Александр Максимов из Москвы. И в целом, таким образом, у нас состоялся обмен, международный обмен культур. Это было очень вдохновляюще, очень живо, современно. И таким образом мы дали старт празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на Всемирном фестивале молодежи в 2024 году. Ну, замечательно, замечательно. Я думаю, наши зрители увидели несколько кадров фотографий с вашего совершенно замечательного мероприятия. Спасибо, Милен, за это. Кстати, тоже хочу отметить, что с Российской государственной библиотекой для молодежи мы дружим уже много лет. Как вы уже отметили, являетесь соучредителем, одним из соучредителей. И, кстати, когда-то в Российскую акцию декламирую мы стартовали здесь, на базе вашей библиотеки. По-моему, был 2021 год или 2020, сейчас могу ошибаться, но федеральный старт тоже был когда-то здесь, в Российской государственной библиотеке для молодежи. Да, в этом году уже мы формат декламирую перенесли и транслировали на всемирном фестивале. Ну что, коллеги, с представителями, с экспертом фестиваля мы уже поговорили, с пресс-службой поговорили, с руководителем волонтерского волонтеров культуры поговорили, а теперь позвольте передать слово Георгию Далмазяну. Георгий, мы знаем, что вы очень известный театральный кинорежиссер, что вы не раз уже делали большие постановки на разных, даже не сценах, а ну и на сценах Москвы и России и в принципе постановки больших мероприятий. И вот в частности на фестивале у вас тоже были такого рода задачи, очень-очень серьезные, и если вы позволите, вот взгляд ну сорганизатора фестиваля и постановщика, так сказать, ваш художественный взгляд на те действия, на те действия, которые проходили на фестивале. Вот это, а потом немножечко скажите о том, что конкретно вы, в чем конкретно вы принимали участие? С удовольствием, с удовольствием, потому что это был такой невероятно приятный опыт. Знаете, когда увидел логотип, вот эти три человечка, которые соприкасаются друг с другом. Вот в этом соприкосновении весь смысл человеческого бытия. Мы пока живем одни, это одна история, но как только появляется кто-то, пока начинается вот этот взаимоотмен энергии с людьми, знание появляется то, что мы называем жизнью. Это очень удачно надо сказать, что логотип, он точно передает суть всего этого фестиваля разные абсолютно люди, разные по своим национальным, государственным, каким-то мировоззрительным каким-то идеалам, но в одном месте в городе Сочи на территории российских операций объединяются и тоже забываясь обо всем об этом, начинается вот это само соприкосновение людей и возникает энергия жизни. Мы когда приехали, открою маленькую тайну, когда мы приехали смотреть за полгода до еще самого фестиваля площадку, я встал на площадь Сирюс, смотрел во все стороны и сказал так, здесь будет очень много людей, они все будут носиться, и я фактически смоделировал ситуацию для своих партнеров, то, что мы потом и увидели. Я говорю, мы должны сделать нечто очень индивидуальное. Эта площадка, которая должна быть по Сирюсу, она должна быть очень индивидуальной, в том смысле, что каждый человек должен ощущать свое присутствие там, важное свое присутствие там, и что-то взять оттуда в наше российское с собой увезти. От этого появилась идея русского холма посередине всей такой концерта постановочных площадок больших, а так как мы сотрудничали и постановки наши были совместно с Институтом развития интернета, это цифровые технологии, это контент, который транслирует Россия, и этот контент уже вышел давно за пределы России, мы создали такой русский холм, который многогранен, не похож, вот сейчас показывают, это уже ночная концертная история, а днем было записано уникально совершенно аудиофайл с разных территорий Российской Федерации и работы разных композиторов, когда ты бродишь между этими цифровыми колоннами, тебя все время сопровождает какая-то часть России, это может быть южные регионы, какая-то сибирская история, какая-то северная история, и вот этот холм такой был связующей точкой между Сириусом и второй площадкой, где проходила сама премия Ириф в рамках фестиваля Российской Всемирной Молодежи, и так и у нас даже пришлось поменять даже распорядок и тип нашей премии, который был до этого уже в Москве неоднократно пройден, мы решили, что иностранцы будут вести премию, русскую премию о русских контент-мейкерах, о блогерах и всех остальных, и это совершенно незабываемый эффект, потому что мы сами для себя открыли людей, как бы незнакомых и не имеющих отношений к нам, и девочка из Ирана, пианист из Италии, среди иностранцев ведущих оказался всеми любимый потрясающе замечательный уже популярный даже российский можно назвать артист Милош Бикович и вот это знаете, вот это пересечение культур на таком маленьком пятачке, конечно, это даст свои какие-то далеко идущие какие-то результаты, я очень рад, что мы были там, потому что это была какая-то другая совершенно энергия, я чувствовал, что этим людям здесь хорошо и знаете, есть Чайковские, есть Достоевские, они делают свою, так сказать, хорошую экспансионную работу русской культуры в сторону остального мира, но приехавшие сюда люди, увидевшие россиян, пообщавшись с ними, они для себя открыли, действительно, я это слышал постоянно, очень многие, очень многие были удивлены, какие мы контактные, живые и гостеприимные, это было возможно, мне кажется, это самое-самое важное, что произошло на этом фестивале, они же уехали, и они теперь будут транслировать это уже в своих странах, в своих городах, я очень рад, что это случилось, и я надеюсь, что это будет только расширяться, расширяться, и Сочи в этом смысле это абсолютно идеальный город для этого, потому что море, с одной стороны, располагает к чему-то, знаете, такому медитативному спокойствию, с другой стороны, горы, а посередине вот такие замечательные люди, вот я смотрю сейчас, очень много я, кстати, пропустил, спасибо большое за этот репортаж, потому что ты в 24-часовом состоянии между двумя, значит, площадками, пространствами, и тут смотрю, боже, а где-то библиотека, почему я пропустил эту библиотеку, и, кстати, очень классно, что в библиотеке переходит в такую, такую новую форму взаимодействия с читателями, я человек, который всегда ходил, хожу и буду ходить в библиотеку, у меня квартира находится между двумя библиотеками, я тут в одну, то в другую, и то, что я вижу, как это все меняется, как становится уже, это не просто место, где я могу книжечку взять с полочки, то, что это место, куда я могу прийти, остаться, это такая уже такая локация, я назвал локация всевозможных каких-то культурно-образовательных вещей, которые стыкуются в одном месте, и это очень классно, я очень рад, что библиотеки превращаются в такой важный, очень интересный центр. Вот. Очень хорошо. Значит, мы сейчас вели речь все-таки о двух проектах. Подчеркнем награждение Национальной премии интернет-контента в концертном комплексе Роза Холл и Звездные ночи премии Ири в Сириус-парке. Правильно? Правильно. Все. Спасибо, Людмила Шайфори, тогда мы продолжим нашу встречу. На экране в видеофильме вы видели Людмилу Феноменову. И не узнали. И не узнали ее. Я бы с знакомым. И не узнали ее. В общем, знакомые ничего, потом понимают, что это вы. Тем не менее, Людмила сейчас представляет, так сказать, группу, группу преподавательскую, наверное, группу Беловсесоюзной, ой, Всероссийской Государственной Библиотеки для иностранных литератков. Иностранных, хотела сказать, для молодежи. Вот видите, как заговариваешься. Да, иностранные литературы, иностранные литературы имени Рудомино. Людмила, вот скажите, что вы делали на этом фестивале? А ведь делали вы очень много. Да, это правда. Я ездила туда вместе со своей коллегой Дарьей Александровной Беликовой, руководителем Центра Библиотековедения и профессионального взаимодействия. Мы когда ехали на фестиваль, мы думали, ну да, у нас проектная программа для детей, а надо заметить, что дети от 14 до 17 лет впервые приезжали на фестиваль молодежи, их было тысяча человек, тоже достаточно большая цифра, это было 500 ребят из регионов России и 500 ребят со всего мира. Они, как и участники основной программы в фестивале, прошли тоже больший, такой колоссальный отбор, многоступенчатый и действительно попали лучшие из лучших представителей вот именно самой молодой молодежи, если можно так сказать. Для них была своя особая программа, которую большую роль в этой программе играла как раз проектные мастерские. И мы с моей коллегой Библиотека иностранной литературы мы представляли проект послы культуры в рамках мастерской имени Александра Корчакова, одного из самых известных российских дипломатов. И, казалось бы, какое отношение Библиотека иностранной литературы имеет к международным отношениям, но самое прямое, потому что действительно наша задача как библиотеки и задача конкретно этого проекта это учить молодежь, учить ребят быть представителями родной культуры, послами родной культуры. Для этого в Библиотеке иностранной литературы есть специальный проект Мировая билингвальная библиотека современной литературы, это многосоставный проект, в рамках которого в том числе проходят различные конкурсы. И конкурс послы культуры мы проводили, проводим с 2020 года, и вот когда нам поступило предложение принять участие в фестивале, мы, естественно, не могли отказаться, были очень рады этому предложению и предложили в свою очередь как раз вот вместе с ребятами создать новый конкурс, то есть на основе уже проводящегося конкурса как бы подготовить новый сезон. И я хочу сказать, что это была очень интересная работа. У нас в нашей группе была достаточно большая, это было 15 ребят со всего мира, это были различные регионы России, как я уже сказала, также это были ребята из Казахстана, Таджикистана, Армении, Иордании, Бразилии, то есть действительно вот со всего мира от 15 до 18 лет была участником в нашем проектной мастерской, и вместе с ними мы работали вот над созданием положения конкурса. Это, конечно, я думаю, все прекрасно понимают, что это работа тяжелая, несколько такая очень требует каких-то таких теоретических знаний, но ребята были молодцы, и они предложили на самом деле очень много интересных вещей, которые у нас раньше в конкурсе не было. Для нас, как вот для представителей библиотеки, это был очень интересный диалог, потому что ты общаешься буквально с фокус-группой, ты узнаешь, а что, собственно говоря, ну вот да, мы делали конкурс, но как этот конкурс сделать интересным для участников, что должно быть в этом конкурсе для того, чтобы молодежь захотела принять в нем участие, потому что конкурс направлен на представление культурного наследия их малой родины, и они горят этим желанием, им действительно это интересно, и вот сейчас мы можем наблюдать как раз уже ярмарку проектов, где участники нашей мастерской рассказывают про то положение, которое мы в итоге создали и конкурс запустили, как раз с 11 марта сейчас идет прием заявок, и чуть позже на экране появится QR-код, где любой желающий, кто нас сейчас смотрит, может тоже узнать всю информацию, и вот ребята собственно сами представляли проект, они во время мастерской нам сами рассказывали про культурное наследие своей малой родины, им самим это было очень интересно, им был очень интересен этот диалог с друг с другом, им интересно представить это всему миру, и вот в том числе раньше это был конкурс именно эссе, но теперь благодаря ребятам у нас появилось там еще две новые номинации, это и медиаматериалы, то есть видео или ролики, а также такие материалы, как например мудборд объекта культурного наследия или коллаж, тоже мне кажется это очень интересный такой способ представить какой-то объект, который действительно важен для тебя и вот показать чем же он так важен и интересен всему миру. Ну и не могу не заметить, что как молодому специалисту, молодому библиотекарю мне конечно самой было очень интересно принять участие в основной программе фестиваля, была возможность после работы с ребятами как раз пойти уже в город молодежи мира, это было очень интересно, как я говорила, общение вот тоже с иностранными участниками было очень плодотворно и вот тоже как для сотрудника библиотеки иностранной литературы я видела вот это вот культурное разнообразие и понимала, что это все не зря, что вся работа, которую мы ежедневно проводим, кропотливая, такая зачастую тоже сложная, что вот ее результат именно вот в этих улыбках, в этом культурном диалоге, который происходит, и он происходит именно вот на очень радостных нотах и действительно послевкусие фестиваля очень приятное, радостное и хочется продолжать работать. Замечательно. я знаю, что библиотека иностранной литературы помогала волонтерам культуры в подготовке сценария и по-моему вопросы, да, мы подбирали тексты, тексты, тексты для Евгения Онегина, правильно? Вот, это все-таки уникальный, назовем, аудиовизуальный перформанс Евгения Онегина, история любви, покорившая мир. Если позволите минуточку ролика, который Милена предоставила нам, мы сейчас покажем вам. Роману Евгении Онегин почти две сотни лет. Пушкин начал писать его в 1823 году. С тех пор утекло много воды, но роман по-прежнему с нами. Небрежный плод моих забав Бессонность легким вдохновлением Онегина, добрый мой приятель, родился на берегах к нему, где может быть родились и вы. Пушкин писал свой роман в стихах семь лет, а прочитать его можно за вечер, не заметив, как прошло время. Язык Пушкина, его метафоры и изящные фразы восхищают и захватывают воображение. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Вроде бы ничего особенного и все на поверхности. Но после Евгения Онегина жизнь кажется хоть и печальной, но такой красивой. Замечательно. Замечательно. терпеливый, а ему положено, потому что это самый молодой и самый по возрасту адекватный фестиваль участник, а именно Михаил Бербородихин, студент третьего курса университета, университета? Московского государственного лингвистического университета. Московского государственного лингвистического университета, который пришел к практику в Российскую государственную библиотеку для молодежи, где, собственно говоря, мы его и увидели и узнали о том, что он был реальным волонтером фестиваля. А посему мы пригласили его для стать участником нашей встречи. И, Михаил, вот ваши впечатления непосредственно в поле работника, полевого работника. Большое спасибо. Всем добрый день. Всем добрый день. Большое спасибо, Лене Борисовне, Биотека для молодежи за то, что пригласили меня выступить сегодня здесь перед вами. Действительно, волонтеры стали очень важной, неотъемлемой частью фестиваля, сделав его ярким, насыщенным и еще более запоминающимся. Путь волонтеров к фестивалю начался также очень давно. У меня он начался в ноябре месяце, когда я принял решение подать заявку в качестве волонтера. Далее последовало интервью, очное и заочное обучение. И далее я уже с нетерпением все ждал приглашения. Это был, наверное, пожалуй, самый волнительный момент, потому что конкурс составлял порядка десяти человек на место. У меня всего было пять тысяч со всей страны и около полутора тысяч из Москвы и Подмосковья. И буквально за неделю ко мне пришло долгожданное приглашение. И я, собственно, так оказался на фестивале. Здесь уже много было сказано о том, что фестиваль-то достаточно масштабное событие, что у него очень важная, скажем так, миссия объединить молодежь всего мира. Но я так считаю, что сегодня вот как раз, пожалуйста, делегация Москвы на экране. Я также считаю, что еще одна такая миссия была, это, конечно же, рассказать другим нашим, рассказать нашим иностранным гостям, показать, какая у нас красивая страна. Ввиду того, что сегодня у нас в зарубежном информационном пространстве может бродить некорректная порой живая информация. Нужно было показать о том, что у нас такие же взгляды, такие же ценности, в том числе семейные. И поэтому волонтерская деятельность, на мой взгляд, носила такую двойную ответственность, потому что мы были не только лицом фестиваля, но мы были лицом в принципе страны. Потому что волонтеры были именно те, с кем первыми сталкивались все гости. И даже вне зависимости от того, какая была функция конкретных волонтеров, а их было очень много, кто-то помогал работе СМИ, кто-то сопровождал российские иностранные делегации, кто-то принимал участие в протокольных мероприятиях. У всех волонтеров была задача поддерживать атмосферу яркого, веселого и красочного праздника, чтобы все чувства и себя можно сказать на одной волне, на позитиве. Большей частью это удалось, но об этом чуть позже. Если говорить про мою функцию, моя функция была такой, с одной стороны, неброской, наша команда дежурила на одной из автобусных станций, через которую все участники и гости попадали в город молодежи мира. Но тем не менее это было такое место, через которое проходили практически все. Мы их встречали, мы их потом вечером провожали. Через нас прошло очень много иностранных гостей, были гости из Пакистана, Ирана, африканских стран, среди которых были Камерун, Нигерия, Кения, Латинская Америка, Куба, Перу, Аргентина, Бразилия, Китай, безусловно, и очень много стран, все, пожалуй, не перечислить. Со всеми ребятами мы общались, спрашивали, откуда они приехали, чем они занимаются, и самое главное, мы спрашивали, какое у них впечатление от всего этого. И глядя на их лица, на их выражения, эмоции, которые они эксплицировали, можно было понять, что они находятся в полном восторге, они никогда не видели столь интересного, насыщенного мероприятия. и в некотором роде это была такая награда для нас, волонтеров, потому что мы понимали, что значит, то, что мы делаем, мы это делаем действительно не зря, это приносит свои воды, работа от этого наша становилась гораздо легче. также не могу не отметить, что атмосферу праздника в волонтерской среде добавляла насыщенная программа мероприятий в волонтерской деревне, которая состояла из спортивных, культурных, досуговых мероприятий, тематических мастер-классов по креативным и им интересным навыкам, ну и конечно же были вечерние дискотеки, мероприятия, которые безусловно любят все, без исключения всем нравятся и способствуют самое главное объединению, поднятию настроения и боевого духа на грядущие дни смены. Ну и конечно же также как и другие собственно участники, волонтеры также могли в свободное от своих смен время посещать город молодежи мира, посещать дельные мероприятия, выставки и так далее. Мне больше всего понравилось конечно же экспозиционное пространство аэропорт из всех тех, которые мне удалось обойти. Конечно же потрясала библиотека Сириус, можно сказать огромные стеллажи высотой с четырехэтажный дом я видел впервые. Поражает конечно масштаб этого пространства оно растянулось на более чем 25 тысяч квадратных метров и каждая зона его была интересной и насыщенной мне было что-то свое каждый раз приходить что-то узнавать новое. Ну и конечно же если мы говорим про мероприятия безусловно все конечно же посетить нельзя я сравниваю наверное масштаб и насыщенность мероприятия с экспозиции государственного эрмитажа которые по легендам говорят о том чтобы и все обойти потребуется несколько миллионов даже больше лет если стоять возле каждого экспоната одну минуту так вот все мероприятия безусловно посетить удалось но тем не менее даже из тех которые я посетил мне понравилось абсолютно все особенно конечно понравились вечерние концерты любимых исполнителей не только молодежи но и в принципе всех я думаю это принесло еще одну такую позитивную ноту в атмосфере которая позволила объединиться практически не только всей молодежи возможно в принципе всему миру ну и подводя такой небольшой итог я могу с полной уверенностью сказать что мероприятие состоялось на все пять с плюс потому что и участники и волонтеры они создали и пронесли на протяжении всего мероприятия вот эту яркую праздничную атмосферу дружелюбную гостеприимную и хочется верить что эта атмосфера она сохранится до и после фестиваля фестиваль стал своего рода такой правной точкой заложил прочный фундамент большому развитию потому что стоит же понимать о том что молодежь сегодня это будущее это те кто уже совсем скоро станут вершить судьбы государств вершить какие-то большие проекты и очень важно чтобы восприятие в целом эти отношения сохранялись на таком же позитивном добром уровне и в целом отношения как бы такой международный статус России как гостеприимной открытой творческой страны также поддерживался мировым сообществом замечательная вещь я хотела сказать в режиме блиц опроса предложить нашим участникам сказать о роли фестиваля для будущего молодежи а Михаил все формулировка была такая все сказал от имени молодежи и все верно сказал о влиянии фестиваля на будущее молодежи я думаю что если мы сейчас вот у нас три чебурашки три чебурашки три символа если мы сейчас на секунду встанем друзья возьмем в руки этих чебурашек чебурашек и скажем вот формулу лозунг фестиваля начнем будущее вместе то это будущее и свершится вот позвольте всем встать Георгий ваш чебурашка Миша ваш чебурашка это наши чебурашки вот и дружно говорим начнем будущее вместе и оно свершится ура коллеги Продолжение следует...